Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень простого и очень вкусного сочного салата с запеченными баклажанами с семгой и невероятным соусом. Желаю вам приятного просмотра! Для этого салата я беру 3 маленьких баклажана, общим весом 300 грамм, удаляю место скрепления плодоножки и носик. Затем каждый баклажан разрезаю пополам и еще на четвертины. По желанию, если вы не любите семечки в баклажанах, вы можете их срезать, оставить только белую мякоть без семечек. Но для этого возьмите тогда подлиннее баклажаны. Беру глубокую миску, помещаю сюда все свои баклажаны. Посыпаю их чайной ложкой соли и оливковым маслом. Перемешиваю, чтобы тщательно распределилось масло и соль по всем баклажанам. Беру большой противень, застеленный пергаментной бумагой и выкладываю все баклажаны. Убираю запекаться баклажаны в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут. Пока запекаются баклажаны, приступаю к приготовлению соуса. Беру чашу измельчителя блендера, добавляю сюда половину авокадо, точнее у меня половинка, вы можете даже взять целый. Я его заранее уже почистил, вынул косточку, нарезаю его на небольшие кусочки. Теперь добавляю сюда 80 грамм сливочного сыра. 50 миллилитров жирных сливок. Столовую ложку лимонного сока. Чайную ложку горчицы. Вы можете добавить 2 чайные ложки дижонской горчицы, у меня обычная домашняя. Поэтому я добавляю чайную ложку. И все пробиваю блендером до однородной консистенции. Ну и соус для салата готов. Так как у меня авокадо было не слишком спелое, все равно кусочки авокадо мелкие остались. Вообще должен получиться соус кремовой консистенции, без всяких кусочков, комочков и так далее. По вкусу попробуйте, если вам недостаточно соли от сливочного сыра, то можете добавить соль и молотый перец, если хотите. Готовые баклажаны вынимаю из духовки и даю им время остыть. Пока остывают баклажаны, я беру 400 грамм спелых помидор, у меня сливки. И разрезаю их на четвертины. Место скрепления плодоножки удаляю, оно мне не нужно, конечно же. Четвертины каждого помидора разрезаю пополам. Пока нарезанные помидоры убираю в сторону. Теперь беру для салата красную малосольную рыбку, слабосоленую. У меня домашнего посола, вы можете купить готовую уже. Я для салата беру горбушу, вы, если хотите, берите семгу, форель, киту, ну и также горбушу. В общем, любую красную рыбу. Нарезайте как хотите, хотите длинными полосками, хотите кубиком, как вам нравится. Мякоть отделяю от кожи. Порезу я вам сейчас скажу, сколько я беру. Выходит 146 грамм, ну примерно 150 грамм слабосоленой красной рыбы. Если вес какого-то продукта я забываю говорить, то вы всегда можете узнать его в описании под видео. Я всегда там пишу, какие ингредиенты входят и пропорции. Я буду нарезать такими крупными кубиками, если можно так их назвать. На самом деле это будут просто пластинки такие большие. Рыбу пока убираю в сторону. Беру 20 грамм свежей кинзы и очень крупно ее нарезаю. Пока тоже убираю ее в сторону и перехожу как к стывшим баклажану. С каждого баклажана я снимаю кожицу. После запекания она очень легко снимается. Итак, я собрал свой салат и забыл включить на съемку, поэтому объясняю. На одно я положил помидоры, затем разложил баклажаны, которые я очистил от кожуры и нарезал пополам. Затем разложил съемку, сверху раскидал соус и посыпал зеленью. Салат можно подавать уже в таком виде, но, конечно, перед тем, как его есть, все это нужно перемешать. Я так разложил, чтобы более-менее было красиво, потому что, когда все перемешаешь, выглядело бы не очень, и вы бы не обратили внимания на это видео. А так салат получился красивый, а главное вкусный. Из-за сочетания продуктов и, конечно же, вкусного соуса. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам всего доброго!